Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы неоднократно подступали к теме замысла Божия, промысла Божия, предведения Божия, предопределения Божия. Какие-то термины православная церковь отвергает, каким-то дает очень глубокое осмысление. Относительно недавно мы в этой студии встречались с отцом Сергием Креничем, и мы рассуждали об этом с точки зрения богословия. Сегодня нам захотелось подойти к этой же теме, но несколько с иного ракурса, что называется, более житейски, с житейской мудростью. А есть ли вообще судьба? Верит ли человек в судьбу, как некое предопределение его к чему бы то ни было? Вот мы часто жалуемся или говорим, сетуем, ну, не судьба, или судьба была моя такова, или на все воля Божья. И как будто бы списываем себя определенную толику ответственности и свободы. Поговорим, почему православные не верят в судьбу, почему они не гадают, почему это запрещено даже делать. С нашим гостем, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Мне бы очень хотелось, чтобы наш разговор был бы близок к простому обывателю. Потому что, как я уже в преамбуле сказал, мы к этой теме подступали с разных сторон. И, к сожалению, как мне кажется, ну, то есть, передачи-то наши получались хорошими, разговоры состоялись. Но очень часто эти разговоры были такими, ну, что называется, сродни учебнику по догматике или по катехизису. То есть, мы очень теоретически описывали, что из себя представляет, ну, например, промысел Божий. А у людей вопросы. И вопросы вполне себе такие бытовые, житейские. Начиная от того, что, там, не знаю, человек очень хочет куда-то в будущее заглянуть. Очень хочет избежать ошибок в своей жизни. Очень хочет, чтобы жизненный путь его был гладок, ровен и спокоен. И поэтому, собственно говоря, стремится узнать некую волю Божию, волю Творца о себе. С другой стороны, мы знаем, что человек часто бывает недоволен собственной жизнью, качеством собственной жизни. И у него в этот момент, опять же, рождается некий запрос к небесам, вот, что вот, мол, почему так плохо прописана моя жизнь, вот, неплохо было бы ее переписать. Кто в этом виноват. Кто в этом виноват, да. Также мы встречаем фразу, возьми, твоя судьба в твоих руках, да, возьми судьбу в свои руки. Вот, и в этом смысле судьба тогда просто описывает описание некого пути. Вот, то есть, который ты просто должен взять и освоить, и пройти этим путем. Нам нужно вот на какие-то вопросы житейского плана, которые часто возникают у наших прихожан, у тех, кто просто заходит в храм, да, я думаю, и у наших телезрителей, которые нас сейчас смотрят, возникают нередко. Почему в моей жизни такой бардак, и кто за это ответственен, и как сделать так, чтобы этого бардака не было. Давайте поговорим, ну, с каких-то вводных вещей, может быть, да. Да, и, кстати, вот тоже пока задаю вопрос, и сразу пришла мысль. Мы говорим о том, что вроде бы судьбы нет, православный человек говорит, что судьбы нет, но при этом мы очень часто употребляем, ну, такие выражения, что Господь не дает креста ни по силам. И судьба все-таки как будто бы несколько так метафорично, но присутствует. То есть крест как то, что тебе с самого рождения, как вот поставили, положили тебе на плечи, и ты будь добр, тащи, волочи. Бывают кресты тяжелые, бывают большие, маленькие, притчи есть интересные про выбор креста. То есть все-таки существует или не существует судьба, как эти вещи мы с вами сможем распараллелить. Вот представим себе, сегодня я буду в роли такого обывателя, совершенно как, может, постараюсь притвориться не воцерковленным. Я пришел к вам, и вот мне бы очень хотелось понять, вот, например, касательно своей собственной жизни. Что есть в моей жизни судьба, как некое предопределение, непредопределение, как некий крест, который мне Господь дал, что судьбой не является? Угу. Очень интересный вопрос. Ну, будем стараться, чтобы не получилось, как в учебнике. Но, да, вы правильно подметили, что православные люди, они отрицают судьбу и фатум в том смысле, что есть какая-то прописанная дорожка, по которой я просто качусь, и здесь уже я ничего изменить не в силах. Но вы также правы, что православные не отрицают судьбу, потому что есть где-то у нас, наверное, потребность в том, чтобы она была. То есть вот так человек устроен, что мы так устроены, что мы одновременно очень многие вещи отрицаем и принимаем одновременно. То есть я там не люблю людей, а одновременно люблю людей. То есть то эти состояния сменяются как-то, да, то... И вот в психологическом, наверное, поле так же происходит. То есть есть моменты, когда мне нужно знать, что я имею право выбора и свободу. А есть моменты, когда мне не хочется никакой свободы, а хочется вот как в саночке сесть и покатиться. И вот это судьба моя такая. Поэтому настолько так мы устроены, что мы с точки зрения догматики, мы можем сколько угодно отрицать судьбу фатум-рок. Но даже само языковое пространство, православное в том числе, показывает, что нам оно необходимо как понятие. Ну, мы просто называем это по-другому. Мы называем это внесением креста или, например, промыслом Божиим или замыслом Божиим о нас. Почему так произошло? Ну, потому что Бог так захотел. То есть в чем-то мы все равно апеллируем к какой-то неизбежности в итоге. То есть мы просто это называем по-другому. Другой аспект, что, конечно, мы, наверное, должны в совокупности, чтобы не ошибиться, и эту иметь в виду сторону, где полный фатум, там, и предупреденность, и сторону, где моя полная свобода. Вот где-то, наверное, посередине. Просто если мы говорим об обычном человеке, который запутался, да, и он говорит, почему у меня так все плохо? Я бы даже так сказал. Так вот, для некоторого уточнения. Часто бывает так, что не то, что запутался и в жизни полный бардак, а вот человек просто не знает некоторого вектора движения. Вот он хочет понять, куда ему двигаться, то есть он стоит на некотором перепуте. Часто это бывает с молодыми людьми, когда вот они, например, поступают в какой-то вуз и совершенно не знают себя. То есть это такой вот определенный симптом незнания, непонимания себя того, чего тебе хочется и как вообще со своей жизнью сладить. А если мы говорим о, например, таком верующем студенте, то он еще и, кроме всего прочего, хочет, ну, условно говоря, выполнить сверхзадачу. Сверхзадачу спасения собственной души. Он хочет быть богоугодным, он хочет быть богу полезным, он хочет сделать свою жизнь служением Евангелию и Христу. И вот он, например, на перепуте, и просто, мне кажется, само слово вот это вот судьба, она рождается из вот этого системного сбоя, незнания себя, незнания воли Божьей о себе. И при этом поставленные конкретные сверхзадачи, как их выполнить, человек вот не догоняет. Нет, ну это очень сложный такой чек, вы описали, да. Я думаю, что, ну, бывают и такие, конечно, ситуации, но обычно, наверное, проще. То есть здесь проблема самоидентификации. Вот, то есть когда я не знаю, кто я и чего я хочу. И тогда уже, конечно, на эту проблему, ну, она может вырисовываться снаружи по-разному. Если это человек верующий, он будет апеллировать к воле Божией и будет тоже от этого страдать и мучиться, потому что на самом деле никто совне не может тебе сказать, ну, Бог может помочь тебе приблизиться к тебе самому, но проблема все равно возвращается к тебе же самому, да, проблема самоидентификации. Кто я? И если я ее не решаю, да, иногда я вот про себя могу поделиться, что я тоже с этой проблемой сталкивался в свое время и не знал вообще, кем я буду, кем я стану. То есть мне много путей нравилось, да, но в какой-то момент, когда я пришел к вере, я трудность этого выбора, да, возложил на плечи Божие. Вот ты обо мне что-то там задумал, вот ты как бы и делай куда надо. То есть на самом деле сейчас я понимаю, что это было достаточно таким, понятно, Бог нас любит и Он и помогает, но все-таки вот мы должны выбор делать тоже стараться сами. Вот сейчас вы говорите, а я вспомнил замечательную иллюстрацию не из, вообще не из реальной жизни, фильм замечательный Форест Гамп, да, думаю, что все смотрели, но те, кто не смотрел, очень рекомендую, потому что это, ну, шедевр, что уж говорить, шедевр кино, шедевр искусства. И заканчивается этот фильм тем, что сидит Форест, который отправляет своего сынишку, вот, и у него из-под ноги вылетает перышко, и он сидит и размышляет, а может быть мы всего лишь перышко, и в данном случае не стоит даже как-то особо там напрягаться, просто нужно поддаваться порывам ветра и спокойно фланировать. Весь фильм про это, как человек, не принимая никаких собственных решений, ему говорят, ты должен там бежать, и он бежит, ты должен стрелять, и он стреляет, ты должен, там, не знаю, поехать после армии, там, заниматься таким-то делом, он и едет и просто занимается. И вот в этом смысле он действительно такой фланирующий по потокам ветра. Ну, не совсем, все-таки, не совсем. А потому что, когда там, значит, была вот эта война во Вьетнаме, он все-таки побежал в лес, когда ему говорят, не беги туда за ним, за другом. То есть там есть, все равно-то фильм, потому что в этом и гениальность, что он опять-таки показывает, что даже если человек так будет к своей жизни относиться, как к перышку, все равно есть моменты, когда он проявляет себя не как перышко. То есть ему там все кричат, все, хватит, там, или начальник его, командир, который без ног в итоге оказался, он же ему говорит, брось меня здесь, а он его тащил все равно до конца. То есть в нем что-то было такое, что все равно не перышко. Ну, в какой-то момент, да. То есть, наверное, в нашей жизни присутствуют обе линии поведения. То есть иногда у нас даже и сил нет, наверное, таких внутренних, чтобы идти против течения. И тогда мы, на самом деле, ловим какие-то потоки, просто пытаемся как-то тяжелые, например, моменты в жизни, да, моменты потери, там, какие-то болезни. Трудно какой-то, то есть вот оно идет, это течение болезни, и ты не можешь из него вырваться. И тогда, может быть, самое правильное, да, как-то, ну, принять эту ситуацию, прожить ее просто с минимальными потерями постараться. Мне кажется, нужно, вот мы хорошо так в самом начале сказали про жизненный путь, да, то есть про то, как выбрать профессию. Ну, то есть это определение некоторой судьбы. То есть понятно, что мы ее в каком-то виде прописываем сами, делая ряд судьбоносных, опять же, судьбоносных выборов. Куда пойти учиться, кем работать, там, ну и так далее, так далее, так далее. То есть судьба в этом смысле, как путь жизненный, я думаю, христианами не отвергается, и больше того, скорее всего, сейчас все согласятся с тем, что действительно в этом отношении свобода человеческая, она как бы присутствует и наличествует. Мы действительно пишем эту картину сами. Другой вопрос, что если мы на эту картину поставим кляксу, там, сделав какой-то очень неверный, а иногда совершенно ошибочный выбор, и тут речь идет не о профессии, а о каком-то действительно этическом моменте. Ну, будем огрублять и говорить, что вместо добродетеля выбрали грех. Вот. То вот эту кляксу, и эту кляксу, учитель, да, с большой буквы, который пишется, он может превратить в элемент рисунка. Вот мне бы хотелось ко второму разряду судьбы, судьбы как фатума. Вот просто я почему и перебил вас, потому что вы начали говорить про скорби, про болезни, про испытания, потому что в данном случае это уже от человека не зависит, он тут мало что выбирает, но с ним это происходит. И он очень часто, заглядывая вот в эти события, которые несколько, как ему кажется, слепо происходят с ним, вот, он задается вопросом, за что, почему, и вообще для чего это в моей жизни, что я такого сделал неверного. Вот, то есть человек сразу пытается, как бы, если говорить компьютерным или телефонным языком, откатить, сбросить до фабричных настроек, да, и так далее. Вот в этом смысле судьба. Христианами, как бы мы ответили на вопрос... Как мы к этому относимся. Как мы к этому относимся и являемся ли мы в данном случае, опять же, тем же перышком, но только уже в другом смысле, что нас вот швыряют эти вот вечные силы, а ты ничего с этим сделать не можешь. Здесь мы можем опять обратиться, вот, как вы описали, первый путь, что это наш выбор, да, мы пишем эту картину. Но если мы соглашаемся с этой посылкой, то мы должны принять и то, что, подходя к какому-то итогу, это же итог наших выборов и наших действий. То есть христианин чем отличается от обычного человека? Тем, что он имеет смелость взять ответственность за этот результат на себя. И это, с одной стороны, тревожнее, потому что это, ну, как бы тяжело, потому что любая ответственность — это тяжелый такой, тот же самый крест, да? Когда я беру ответственность на себя, за свои поступки, за свой выбор, тогда уже никто не виноват в этом. Вот, с одной стороны, это тревожнее, с другой стороны, я избавляюсь от такого ложного пути поиска виноватого. Потому что любая вот эта апелляция к гадалкам, еще к чему-то — это попытка найти виноватого. И я думаю, что это пользуется спросом только лишь потому, что... Ну, и сами люди, которые этим занимаются, они понимают, что они никогда не скажут человеку, что это он виноват, потому что он тогда не придет к ним еще. То есть они подыгрывают в этом плане психологически человеку и говорят, ну, конечно, это виноват сосед там, или еще кто-то, или еще кто-то и так далее. И вот, с одной стороны, это подыгрывание, оно очевидное, оно простое, дает такой эффект вроде бы, что человек понимает, он разобрался в своей жизни. Вот из-за соседа у него беды. А с другой стороны, она приводит к такой, ну, зацикленности, ну, невозможности из этого выбраться. Тут остается только, ну, как, может быть, отчасти это в преступлении и наказании с Раскольниковым происходит, то есть когда он пытается объяснить, там, почему он должен эту старушку убить, бедную там, то он, конечно, ему разум накидывает аргументы, что она же проценщица, а многие люди ей в долг, значит, и она там на этом наваривается, обогащается. То есть, конечно, аргументы найдутся. Если нам покажут врага, то мы разглядим и увидим много нехорошего в этом враге. Но ничего не изменится, по сути, в нашей жизни. Она станет, может быть, чуточку более злобной и еще хуже, как бы, по факту, чем было. Хочу уравновесить пример ваш своим примером. Просто, опять же, слушая вас, вспомнился мне Савва Мажука. Я, не помню, где-то в одной из передач или в одной из лекций он рассказывал об интересном, потрясшем его случае с Роланом Быковым. Я сейчас не берусь говорить о том, что это... Я вот сейчас все абсолютно точно досконально вспомню, но смысл был такой, что молодой Ролан Быков показывал блестящие успехи в актерском мастерстве. Должен был поступать в один из престижных вузов театральных. И в момент, значит, вот его такого желания пойти, скажем, в этот вуз, его зовут уже в театр Вахтангова. И говорят, что ты будешь актером этого театра. Ну, а это все равно, что сейчас нас позвать, ну, я не знаю, куда-то. Вот нас с вами позвать куда-нибудь, быть каким-нибудь там... В патриархии возглавлять какой-нибудь отдел. То есть это было очень престижно, это было очень выгодно и так далее, и так далее. И вообще было просто для молодого актера очень удивительно, что вообще как бы на него обратили внимание. И он принимает решение идти в театр Вахтангова и, соответственно, пропускает все эти вступительные экзамены, все пропускает. И буквально через там неделю или две, после того, как он сделал этот выбор, театр Вахтангова закрывают. И вот Ролан Быков сидит в Александровском саду, рыдает, просто вот рвет на себе волосы. Вот. К нему подходит милиционер, он рассказывает это все милиционеру. Милиционер идет куда-то, возвращается с бутылкой водки, двумя стаканчиками, они сидят, выпивают, жалуются друг другу на судьбу. Потом Ролан Быков вспоминает о том, что, к сожалению, я не спросил, как его зовут. Мы даже вот толком не познакомились, но тогда он мне очень сильно помог. И Ролан Быков пошел в, значит, поступил в театр юного зрителя, что совсем другая планка, это, в общем, играть Карабаса-Барабаса, там Деда Мороза на утренниках и так далее. Но в конечном итоге мы видим Ролана Быкова как величайшего актера, известного своими киноками. То есть и он как раз этот сбой его движения, вот этого его пути, который он прорисовывал, он рассматривал с благодарностью. Вот в этом смысле нечто вмешалось в его жизнь, перевернуло совершенно все, как он себе задумывал, повернуло в другом направлении, и в результате мы получили, неизвестно, какого бы мы Ролана Быкова получили, если бы он пошел в вуз, отучился, может быть, был бы в какой-нибудь конкретной школе. Но вот такого Ролана Быкова, которого мы знаем, мы, может быть, и не получили бы. Вот в этом смысле вмешательство, проведение, вот, или как вот есть замечательная английская поговорка, да, «Хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах», которая предполагает, что Богу иногда смешно от того, как мы себе очень четко прописываем ближайшее и дальнее будущее. В данном случае это правомочно говорить о том, что Бог смеется над нашими планами, вот, и как вот мы можем посмотреть на вмешательство промысла Божьего? Дело в том, что это опять, наверное, вопрос нашего восприятия Бога, потому что смеяться тоже можно по-разному представлять, что он там «А-ха-ха!» Ну да, есть инфернальный смех, да. «Сейчас я тебе тут шины-то проколю в машине, там». А можно так по-дружески посмеяться, но я не думаю, что Бог намеренно что-то там, ну, портит человеку, да, или там где-то... Проблема ведь в том, что планы наши не совсем корректны бывают, потому что, опять-таки, не зная себя, мы себе иногда такое будущее готовим, которое будет для нас очень жестоким и, ну, не милосердны сами к себе. Поэтому иногда, конечно, через обстоятельства как-то мы видим, что да, как-то, ну, мне сейчас трудно это назвать именно... Ну, то есть мы должны представить такого Бога, который такой, все, закрываем театр Вахтангова. Туда идет Ролан Быков, надо его закрыть. То есть, возможно, что сам человек понял, что, например, делать... Все-таки, если мы представим ситуацию, молодой актер, да, то есть который, ну да, он подает, но он без образовательного какого-то бэкграунда, да, то есть на самом деле он, получается, выбрал то, что больше славы и более легкое, по сути, чем вот, да, там, студии эти какие-то в институте где-то, да, то есть это не так интересно, не так динамично. И возможно, что, как бы, вот, жизненный урок был в том, что не выбирай легкое, не выбирай славу сразу. А от кого этот урок? Ну вот, да, от кого. Он же сам этот выбор делал, он же сам потом и понял, что зачем я, ну, польстился на легкое, польстился на славу. И поэтому, может быть, сам уход потом в театр какого-нибудь юного зрителя был тоже смирением после Вахтанга. Я поясню, просто вот момент такой очень часто бывает, да, там, человек приходит и, да, ему, как бы, приходит в церковь и говорит, вот, у меня там, не знаю, муж изменяет, жена изменяет, у меня там, вот, дети непослушные, одного выгнали со школы, другая вообще в школу не ходит, там, ну, там. И ему все, конечно, объясняют с точки зрения, ну, вот, это же цепь твоих выборов, ты вот так воспитывал, ты, или ты так, скажем, вот, ты взял на эти грабли, решил наступить, но ты должен понимать, возвращаясь, опять же, к произведению преступления и наказания, что без наказания не бывает преступления, вот, если ты сделал, то вот, будь добр, получи на орехи, там, и так далее. И очень часто, кстати говоря, вот эти вот молодые духовники, священники, чего уж там таить, и мы были таковыми. Я тоже помню, там, в далеком 2005-м пришел, я думал, все просто объяснили. Да, пять лет семинария, я все знаю про эту жизнь. Я тебе объясню, почему там Господь тебя так... То есть это очень такое вольное и очень даже дерзкое за Бога решение, почему с твоей жизнью вот так. И вот, опять же, получается так, что человек приходит, он говорит, вот у меня так-то-так-то в жизни, а мы ему говорим, это потому, что ты вот так-то-так-то-так-то выбирал. Хорошо, окей, я вообще виноват во всем фронтам, я грешник последний, вообще выбирать не умею, глупый и так далее. Но за что, вот, скажем, почему меня нельзя помиловать, да? Почему меня нельзя, вот, помимо моего желания, да, как мы вечер... Это же будет, ну, тоже не работает так. Это тоже будет насилием, и мы это воспримем как насилие. Ну, вот тот же театр закрылся. Это хорошо, что Ролан Быков, он был, ну, хорошим человеком и не спился после этого, да, с этим полицейским. Пошел бы дальше, да, куда-нибудь, еще купил бутылочку бы. И никакой тебе не театр юного зрителя, ничего. То есть, мне кажется, это настолько вот тонкая грань, что здесь мы, конечно, в первую очередь должны бы у самого Ролана спросить, а он как это воспринял? Как там, руку Божию или вот как просто вот... Что он сам из... То есть, мне кажется, тут все будет зависеть от того, как сам человек проинтерпретирует эту ситуацию. То есть, правильно ли я понимаю, что мы возвращаемся к теме, уже как бы неоднократно в рамках наших диалогов здесь поднимавшуюся, что Господь разговаривает с нами обстоятельствами нашей жизни. И в этом смысле очень важно расслышать его голос. То есть, мы не смотрим на судьбу, как на некоторое насилие нашей воли и свободы, что нас там об колено ломают, нас наматывают на рукав и говорят, нет, ты не будешь делать так, как ты хочешь, а будешь делать так, как я хочу. А если ты так делать не будешь, ну тогда вот у тебя все пойдет под откос. То есть, мы смотрим на судьбу не таким образом, а мы смотрим на судьбу, если говорить, что судьба — это цепь определенных событий с нами, то это разговор Бога с нами через эти события, то есть, сталкиваясь с которыми, мы, собственно говоря, либо откликаемся, либо начинаем говорить в ответ, либо слушаемся, покоряемся, ну либо, соответственно, не слушаемся, не покоряемся. То есть, иногда Форест Гамп должен внутренне в нас просыпаться, и если уж тебе сказали, не своди глаз с этого мячика, шарика, вот, что бы ни происходило вокруг, ты не будешь просто сводить и станешь при этом чемпионом там настольного тенниса. Так или не так? Ну да, наверное, в чем-то так, но ведь и наше восприятие Бога тоже меняется, а от него зависит уже, как мы будем интерпретировать события, потому что вот все-таки Средневековье, оно достаточно жестко, да, и Бога воспринимал, в первую очередь, как судьи. Мне кажется, от этого такой расцвет, там, обращение к святым, к Богородице, потому что они казались людям более человечными, более мягкими, какими-то терпимыми, потому что Бог точно тебя покарает, намотает на маховек репрессии, и поэтому, если в жизни случалось что-то плохое, то, понятно, тебе Бог покарал, потому что, ну, и люди сами так же относились и к себе, и к своим детям. Сейчас мы немножко как бы из этой эпохи выходим, и получается, что мы уже понимаем, что если ребенок что-то не так сделал, не обязательно его наматывать на маховек репрессии, можно с ним поговорить, там, дать понять, что там он как-то неправ, да, соответственно, и образ Бога у нас тоже становится более человечным, что это не значит, что там мы что-то сделали, и Бог рассыпал там эпидемию по земле, что вот дохните теперь, грешники. Мы уже так не можем Бога воспринимать, как того, кто включает маховек репрессий, хотя для многих людей он остается таким. Поэтому, сталкиваясь с какими-то трудностями, просто разные люди одни и те же трудности по-разному будут интерпретировать. Кто-то скажет, что Бог меня наматывает на маховек репрессий, кто-то скажет, что Бог меня вразумляет, кто-то скажет, вот как сказали вы, что Бог ведет со мной диалог, и этот диалог, ну, он такой не всегда бывает, как бы мне понятен, где-то я сам недослышал, там недопонял. Но в любом случае, мне кажется, проблема в нашем сластолюбии, потому что мы очень любим, чтобы было хорошо и комфортно. Поэтому как только какого-то хотя бы комфорта мы лишаемся, мы начинаем нервничать очень сильно, искать виноватых. Отец Николай, спасибо огромное за сегодняшний разговор. Но он получился, как всегда, несколько широкими мазками. Но я думаю, что даже сегодня мы какие-то очень важные вещи смогли с вами прояснить. Спасибо. Я надеюсь. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин